Дамы и господа, дорогие телезрители, уважаемые гости Русского дома. Техническое вступление для телезрителей, которые подключились к нам впервые. У нас есть возможность организации синхронного перевода. Зрители, желающие слушать конференцию на французском языке, могут нажать на иконку глобуса внизу и выбрать французский язык для комфортного просмотра конференции. Сегодня на онлайн-площадке Русского дома науки и культуры в Париже состоится показ документального фильма «Ольги Стефановой. Остров Буромского. Согревшие Антарктиды». Фильм, созданный при поддержке Русского и Географического общества, посвящен памяти героических русских и зарубежных исследователей, погибших при освоении ледяного континента. У берегов Антарктиды, в двух километрах от станции Мирной, есть маленький остров. Остров был открыт австралийскими учеными в начале XX века. Однако получил название в честь погибшего и захороненного здесь советского капитана-лейтенанта Николая Ивановича Буромского. В 1956 году в Антарктиду пришли зимовать первые советские полярники. С тех пор советская, а затем российская антарктическая экспедиция ни на год не прекращала своего существования. За это время при исполнении служебных обязанностей на шестом континенте погиб 81 человек. На острове, прямо на скалах, стоят саркофаги, в которых покоятся люди, отдавшие жизнь в борьбе с суровой природой Антарктики. С момента первого захоронения прошло более 60 лет. В фильме используется уникальное фото и видеохроника из личных архивов полярников. Кинокартина неоднократно премирована на крупных российских кинофестивалях в Архангельске, Иркутске, Москве, Омске, Самаре, Севастополе. Перед показом документального фильма к зрителям обратится журналист и режиссер, член Союза кинематографистов России, лауреат международных кинофестивалей, участник семи экспедиций в Антарктиду, лауреат премии Русского географического общества 2016 года Ольга Стефанова. После показа автор и руководитель проекта по реставрации кладбища полярников в Антарктиде ответит на вопросы зрителей, которые можно будет задавать в прямом эфире. Нас также интересует география наших зрителей. Вы можете указать, в каких городах вы нас смотрите, и задавать ваши вопросы в чат. Передаю слово. Здравствуйте, дорогие всесобравшиеся. Большое спасибо, что вы пришли на этот просмотр. Огромное спасибо Русскому дому за возможность этого показа, этой встречи. Что бы мне хотелось сказать перед фильмом? Так сложилось в моей жизни, что я занимаюсь Антарктидой уже 15 лет своей жизни. За это время я была в Антарктиде уже 7 раз, в 7 экспедициях участвовала, и год зимовала на полярной станции. За эти годы было сделано 4 больших полнометражных документальных фильма об Антарктиде. И вот как раз четвертый я хочу вам представить. Его пока нет нигде в открытом доступе. Этот показ эксклюзивный, как и многое из того, что вы сегодня в фильме увидите, потому что многие истории, рассказанные в этом фильме, они рассказаны впервые. И материал, который мы получили в дар от полярников, или который снимали сами, он тоже зачастую абсолютный эксклюзив, найден нами впервые. И, соответственно, вот у вас такая уникальная возможность сегодня эти кадры увидеть. В Антарктиде работает 30 стран. У 30 стран есть свои полярные станции. Группа полярников каждый год приезжают зимовать в Антарктиду. И почти у каждой страны, которая участвует в международном договоре об Антарктике, так или иначе есть какие-то свои трагические истории, какие-то герои, какие-то памятные события, места и, в общем-то, свои захоронения. И какой-то вот общей базы, в которой эти истории были бы собраны в одном месте, до сих пор не существует. Такого мирового исследования не проводил никто. То есть какая-то небольшая статистика есть у отдельных стран, но вот общего исследования, сколько всего погибло людей в Антарктиде за все годы освоения, ее нет. И наша команда проводит это исследование сейчас впервые. Наш проект называется «Память Антарктиды». Фильм Острова Буромского – это такой промежуточный результат наших поисков этих историй, родственников, друзей погибших, записи интервью с ними. И уже в августе 2023 года, то есть вот совсем скоро, мы представим в открытый доступ портал, который будет называться «Память Антарктиды». Он будет располагаться по адресу memoryofantarctica.com. И там будет поименный каталог всех стран и всех людей, которые оставили свои жизни в Антарктиде вот с самого начала ее освоения. И надо сказать, что Антарктида – это удивительный край, континент, который живет по своим особым законам, там огромное количество своей собственной фактуры, которую мы никогда, нигде больше не увидим, кроме как в Антарктиде. И вот за возможность исследовать этот континент, за возможность раздвигать границы познания, узнавать все больше и больше о нашей с вами планете, о нашем мире, в котором мы живем. Человечество платит определенную цену. И вот эта цена довольно высокая – это жизни вот этих людей, которые остались там навсегда. Есть одна история, которая всегда… Короткая история, которую я всегда очень люблю рассказывать перед показом. Она как девиз и нашего проекта, и этого фильма. Это главное… Как бы она выражает главное, к чему мы стремимся, собирая эти истории и делая о них вот разные медиапроекты. Я записывала интервью с вдовой чешского полярника в Праге. На момент записи – это была уже очень-очень пожилая женщина, ей было почти сто лет. И когда интервью закончилось, она нам принесла такую огромную коробку, в которой хранились открытки, телеграммы, какие-то газетные вырезки, фотографии. И все, что она собирала в памяти своего мужа. Она передала нам эти свидетельства и сказала, «Ты знаешь, Оля, я сегодня наконец-то поняла, зачем Господь отмерил мне такую длинную жизнь. Я должна была тебя дождаться, чтобы сохранить память о своем муже». И вот действительно это самое дорогое, что для меня есть в этом проекте. И вы сегодня увидите как раз истории людей, память о которых очень бы и очень хотелось сохранить в сердцах всего человечества. Несмотря на то, что тема фильма очень трагична, он про погибших людей, всей командой мы делали этот фильм не про смерть. Мы делали его про жизнь, про радость жизни, про смысл жизни, про счастье найти в жизни свое призвание. И я была бы счастлива, если бы вы сейчас посмотрели этот фильм именно через эту призму. Очень еще раз благодарю собравшихся и желаю доброго просмотра. На все вопросы буду с радостью готова ответить. Мы благодарим нашу замечательную гостью, режиссера, исследователя, энтузиаста, добивающегося поставленных целей на шестом континенте, Ольгу Стефанову. Также благодарю команду Русского дома науки и культуры в Париже за перевод и субтитрирование фильма на французский язык. Переглашаю вас перейти к сеансу вопросов-ответов, которые будет зачитывать Ольга. Но перед тем, как передать слово режиссеру, хочу сказать, что за суровыми климатическими и жизненными условиями с нами сегодня следила представитель Центра Русского и Географического Общества во Франции Дарья Лайола, которая тоже хотела бы посредством чата познакомиться с Ольгой и задать вопросы. Передаю слово. Спасибо огромное. Спасибо еще раз. Начну с вопросов. Первый вопрос в чате. Расскажите, пожалуйста, о вашей самой первой экспедиции. Что вас вдохновило совершить научную экспедицию в Антарктиду? Ну, самая моя первая экспедиция была для меня очень-очень-очень счастливая. Это было еще даже до моей зимовки в Антарктиде. Вдохновило меня несколько составляющих. У этого было первое. Я как режиссер-документалист искала тему, на которую мне хотелось бы сделать документальный фильм, в который мне хотелось бы работать, снимать, погружаться. И такой темой было как раз исследование человеческого характера, каких-то проявлений, поведения между людьми, когда они живут в замкнутых пространствах, в замкнутых коллективах и в каких-то определенных там, так или иначе, экстремальных обстоятельствах, когда видно, как человек развивается очень кинематографично. И можно на камеру запечатлеть, что происходит с человеком вот здесь и сейчас, как люди учатся прощать друг друга, как они учатся находить общий язык друг с другом, как с них спадают маски и становится видно, кто есть кто. И я, честно, не представляла, что и в Арктике, и в Антарктике у нас существует такая бурная деятельность, что есть полярные станции, на которых там настолько кипит жизнь. Как-то я не задумывалась, не сталкивалась, и весь этот мир, он был где-то далеко очень от меня, и я к нему никак не была причастна. Но однажды мне попалась книга, которая рассказывала о советских полярниках, советских исследованиях в Антарктиде, и я была совершенно потрясена, потому что там были как раз описаны те самые отношения, те самые люди, те самые характеры, которые я искала. И вот я загорелась мечтой отправиться в Антарктиду, а вторая составляющая, которая как бы у этого желания была, мне очень хотелось, в принципе, испытать и себя тоже на прочность, и как-то целиком и полностью перевернуть, перетряхнуть, изменить свою жизнь, и уехать как можно на дальше, как можно на подольше, и желательно, чтобы не было связи, и чтобы все было абсолютно новое, непредсказуемое. Вот, и эти желания все совпали, вот, и так дальше случилось разными чудесными событиями, что мне дали разрешение на зимовку, и вот дальше уже был целый год зимовки в Антарктиде, а после нее мне уже было трудно думать вообще о чем-то другом, мне хотелось только возвращаться и возвращаться в Антарктиду, была даже мысль, может быть, не сменить профессию, не заниматься журналистикой и кино, может быть, мне там закончить поварские курсы и ходить себе спокойно зимовать в Антарктиду на полярные станции, чтобы у меня была профессия, которую делают руками, вот, а не головой, и вот, но жизнь распорядилась иначе, вот, и появились новые проекты, медиапроекты, и я вернулась вот в Антарктиду уже дальше в третий раз, ну и так далее, все семь экспедиций, каждый раз основная главная мысль была о том, что я такое еще могу придумать, о чем я еще не рассказала, зачем мне еще нужно вернуться в Антарктиду. Так, дальше. Здравствуйте, Ольга, приветствуем вас от коллектива Центра Русского Географического Общества во Франции. Здравствуйте, я вас тоже очень приветствую. Большое спасибо за фильм. Тема важная, но сложная и печальная. Как вы считаете, стоит ли перезахоронить погибших в Антарктиде в месте, куда смогут прийти члены их семьи и почтить память близких? Так, вы знаете, мое личное мнение, что нет, не надо перезахоронивать, и на этот вопрос тоже много разных есть и пунктов для ответа. Во-первых, это сделать крайне сложно. Там в фильме было рассказано, что для того, чтобы произвести эксгумацию тел по всем международным правилам, нужно соблюсти условия, которые в Антарктиде практически не соблюдаемы, их невозможно там соблюсти, в частности, провести экспертизы, опознание родственниками и так далее. То есть есть очень много преград к тому, чтобы сделать это по правилам. Вот, второй момент. Я вам скажу, что очень многие из тех, кто там захоронен, скорее всего, внутренне желали бы быть похороненными в Антарктиде. Допустим, это только мое предположение, но есть точно несколько завещаний, как у Бруно Зендера, людей, которые просили их похоронить в Антарктиде. Кроме Бруно, есть такой Павел Синько, это наш первопроходец российский, который участвовал в первой антарктической экспедиции и потом еще много-много лет ходил в Антарктиду и руководил разными отрядами на разных уровнях и там сезонной экспедиции в целом, и зимовочной экспедиции. И когда он уже был пожилым человеком и не ходил в экспедиции в Антарктиду, жил в России, он вот как раз оставил завещание своим детям, что после моей смерти я прошу мой прах захоронить в Антарктиде. И действительно в Антарктиду был доставлен, доставлена урна с прахом и захоронена там же на острове Буровского. И я неоднократно слышала от полярников такое желание, что я хотел бы остаться здесь навсегда, я хотел бы, чтобы мое тело упокоилось здесь, в Антарктиде. Вот, я вам скажу еще такой момент, что у многих родственников есть какие-то свои такие вот памятные места на большой земле. Это может быть какое-то условное захоронение или памятник, или там крест, просто памятный, поклонный крест, который был вот установлен в память тех событий. И многим есть, в общем-то, куда вот так прийти. Пусть там нет останков человека, и пусть они знают о том, что захоронение в Антарктиде, но тем не менее какие-то вот такие условные места для того, чтобы туда можно было прийти, здесь у них тоже есть. Вот. И, ну, конечно, не у всех. И, конечно, я не отвечаю за всех. То есть разные есть отношения у разных семей вот к этому. Вот. Но мое мнение, что все должно остаться так, как уже сложилось. Так, читаю дальше. Большое спасибо. Дальше вот что-то идет на... Да, я вам переведу. Ольга, слышно меня, да? Да, слышно. Да. Вопрос касается вот от французского телезрителя. У нас вопрос... Так, так, секундочку. Так, да, зрительница благодарит за замечательный и прекрасный фильм. Спасибо за то, что вы его представили. Вопрос. Женщины-исследователи принимаются ли они в экспедиции и в зимовке? И каким образом французы, французская сторона, если принимает, принимает женщины-исследователи? Да, сейчас я отвечу. Только вот здесь, по-моему, мы пропустили один вопрос на французском. От Этьена. Вот чуть-чуть выше. Да, от Этьена. Смотрите, там не вопрос, там благодарность. За фильм я его вам зачитала. Там без вопроса. Там благодарность. Все, к сожалению, должен был покинуть нас. Поняла, поняла. А дальше, да, идет сразу вопрос от Фарида Люфир, вот от женщинных исследователей. Да, да, вижу. Спасибо огромное за вопрос и спасибо за ваши отзывы, за обратную связь. Что касается женщин, значит, у разных стран принято по-разному. В наших российских антарктических экспедициях я была всего лишь пятой российской женщиной, которая зимовала в Антарктиде за все более чем 60 лет освоения этого континента. После меня еще две девушки зимовало, то есть на сегодняшний день российских женщин всего семь. Вот, кто именно зимовал в Антарктиде целый год. В сезонных экспедициях, которые происходят антарктическим летом, период открытой навигации и длятся, как правило, примерно три или четыре месяца, вот, женщины бывают и бывают молодые девушки на всех наших разных станциях, в том числе на востоке, который по полюс холода Земли находится в центре континента, в очень вообще трудных условиях, суровых, вот, но вот туда на короткий срок женщин принимают. На зимовку у нас в российских экспедициях, к сожалению, это не очень принято. Вот, в других странах смешанные составы существуют. Я знаю, что французы, американцы, уругвайцы, немцы, в том числе, зимуют смешанными составами, когда есть и женщины, и мужчины в коллективе. Чилийцы и аргентинцы вообще приезжают на зимовку семьями. Чилийские полярники берут с собой жен и детей. У них на полярных станциях есть небольшая школа, куда приезжает учитель, который учит этих маленьких детей прямо там, в Антарктиде. И зимуют они не как все по одному году, а по два. То есть, в общем, в мире разная практика. Но я могу сказать, что я очень много рассказываю про Антарктиду в наших российских школах и в вузах молодым и девочкам, и девушкам, подросткам. Вот вижу, как у них загораются глаза и как им хочется попасть в Антарктиду. Вот, и есть у меня надежда, что в российских экспедициях тоже появится больше женщин. И мы как-то распечатаем этот негласный запрет на участие в экспедициях. Вопрос от зрителей из интернета. Да, сколько времени всего вы провели там в общей сложности? Да, да. Ну вот смотрите, за 15 лет, которые я занимаюсь этой темой, у меня было 7 экспедиций. Одна из них длилась год, вот, а другие примерно от одного месяца до 4,5. Как бы в общем, в общей сложности все количество там месяцев или дней я не считала, но вот так порядок я могу объяснить. Следующий вопрос. А что за книга? Книга Владимира Санина. Она называлась «Трудно отпускает Антарктида». Вот, Владимир Санин – это такой автор, автор большого количества книг, рассказов о полярниках, которые работают и в Арктике, и в Антарктиде тоже. Есть знаменитая его работа «Новичок в Антарктиде» и много разных других. И конкретно вот та книжка, которую я прочитала, называлась «Трудно отпускает Антарктида». И Владимир Санин привел на этот континент огромное количество полярников, причем даже не одно поколение, потому что в России очень многие им зачитывались, этими книжками зачитывались, и вот следом шли в Антарктиду. И, кстати, такая маленькая деталь. Я, когда снимала свои фильмы про Антарктику, тоже испытала как бы вот эту эмоцию классную, когда то, что ты делаешь, как бы сверхзадача того, что ты делаешь, она как бы исполняется, выполняется. Был такой момент, когда я приехала в очередной раз в Антарктиду, по-моему, уже в пятый раз, и на тот момент уже вышел фильм «Русская Антарктида. 21 век». Это моя вторая работа об Антарктиде. Вот, и я поднимаюсь в Кюптауне на борт нашего судна «Академик Федоров», и меня на палубе встречают ребята, полярники молодые, которые говорят, это вы, Ольга Стефанова? Я говорю, да. Это вы автор фильма «Русская Антарктида. 21 век?» Я говорю, да. Вот мы его посмотрели, и вот мы здесь. Приехали зимовать в Антарктиду, идем на зимовку. Вот, это было прям очень-очень так приятно. Так, следующий вопрос. Дальше тоже что-то по-французски. Да, я вам переведу это, комментарии. Благодарю вас за замечательный фильм об этих очень смелых людях. Тут без вопроса. Понятно, спасибо. Расскажите, пожалуйста, сколько времени вы работали над фильмом, и расскажите, если можно, о вашем следующем проекте. Значит, сколько времени над фильмом? Вы знаете, будет правдой, если я скажу, что, в общем-то, работа над этим фильмом длилась все эти годы, которые я занимаюсь Антарктидой. То есть, самой первой экспедиции с 2008 года, потому что уже в самом начале вот своих поездок я для себя открыла такой факт, что среди полярников очень много кинофотолюбителей. Люди снимали вначале на любительскую кинопленку, потом на мыльницы, потом просто на телефоны. И, как правило, полярники всегда привозят с собой из Антарктиды вот эти вот удивительные свои собственные кадры, среди которых встречаются потрясающие свидетельства. Как вот, например, кадры, как хранили Бруно Зендера. Это тоже любительская съемка полярников. Или как погиб Эдик Николаев, когда они тушили вздеход. И все эти годы я собирала вот эти любительские кадры. У меня образовалась огромная коллекция, помимо тех съемок, которые я делала там сама. И вот это, конечно, кладезь информации. Поэтому можно сказать, что вот истории об этих людях, они как бы стекались, они приходили ко мне, начиная с самого, вообще вот, ну, с самой первой моей там экспедиции. Вот, если говорить чисто о продакшн-периоде, то сама экспедиция происходила, скажем так, первый раз на этом острове я оказалась в 2017 году в РУ. В 2017 уже была наша экспедиция. Первый раз я оказалась на острове в 2013 году. Я была корреспондентом программы «Вести» в Антарктиде и делала с этого острова репортаж. И увидела, в каком запустении находятся все эти захоронения, в каком как бы состоянии находится кладбище. И тогда родилась идея привести в порядок этот мемориал и сделать его красивым, ухоженным, таким достойным. И вот три года ушло на то, чтобы этот проект подготовить. Вот, мы много молились об этом с моими друзьями, с моей семьей, чтобы это стало возможным. Вот, через три года удалось найти деньги. Это были вклады разных жертвователей, в основном благотворительные. Вот, большая, значительная, как бы, доля финансов была вложена непосредственно кинокомпанией и продюсером Александром Жуковым в этот проект. И в 2017-м вот нам удалось уехать в экспедицию. Экспедиция длилась три с половиной месяца. В нее входила и реставрация, и съемка фильма. Потом, когда мы вернулись, два года я ездила по всему миру и снимала друзей, родных, вот, коллег, погибших, которых вы видели в фильме. Я записывала эти истории, потом мы все это дело монтировали, собирали, пост-продакшн. И, в общем, премьера фильма состоялась в 2020 году, в феврале. Вот. А сейчас, как я вот говорила в начале, поиск этих историй продолжается. И это уже вылилось, как бы, в следующий проект, который называется «Память Антарктиды». И мы получили на него поддержку фонда президентских грантов, который нам позволяет вот как раз этот проект довести до конца. А если говорить о кинематографическом или экспедиционном проекте, то о следующей экспедиции я мечтаю в Антарктиду снова, потому что, во-первых, мы работаем над книгой о строительстве новой станции «Восток» на полюсе холода нашей планеты в Антарктиде. И будущий сезон антарктический станет, скорее всего, заключительным в стройке этой станции. Очень хотелось бы увидеть, как это происходит своими глазами, чтобы суметь адекватно об этом написать. И также очень хочется есть в планах реставрация второго кладбища, которое есть в Антарктиде на станции «Молодежная». Это самая большая советская станция в свое время была, и там меньше людей, чем на острове Буромского похоронено, но оно в таком же трудном состоянии находится сейчас и также нуждается в реставрации. Это вот проекты, которые с кино не связаны, а есть еще проекты, которые связаны с кино. Мне хотелось бы сделать следующий фильм уже в нашей российской Арктике о людях, которые живут на северах, о северном характере. Но посмотрим, когда до этого доберемся. Следующий вопрос на французском. Благодарю вас за замечательный документальный фильм. Антарктида – это центр человечности, откуда начинается уважение всех прав человека для всех и по всем странам. Без вопроса. Ну, это правда, я могу только комментировать, что это действительно правда удивительное место, которое, где не воюют люди никогда и ни с кем, место, где, место признанное мировым сообществом как зоны мира, науки и дружбы. Вот, и дай бог нам сохранить это, в общем-то, навсегда и никогда не потерять. Вот, вопросов, судя по всему, больше нет. Да, спасибо. Ольга, спасибо огромное. Вы, наверное, только меня слышите. Она Светлана Викторовна покинула. Спасибо большое вам огромное. Завершаем. Если нам отдельно поступят вопросы на почту, я просто буду их вам пересаживать. Хорошо, спасибо большое. Да, буду с радостью на них отвечать. Спасибо огромное всем участникам. Вот, со всеми прощаюсь и очень была рада нашей встрече. Спасибо. Спасибо.